Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о втором послании апостола Павла к Тимофею, мы обратимся сейчас ко второй главе. Вторая глава состоит из двух довольно разных частей. В первой части апостол уточняет, в каком-то смысле конкретизирует свои поручения и завещания Тимофею, потому что это, конечно, именно завещание. Павел диктует эти строки, сидя в тюрьме, и вовсе не будучи уверен в том, что его жизнь продлится еще сколько-нибудь долго. И поэтому то, что он Тимофею заповедует, в сущности, можно считать таким завещанием апостола Павла своим ученикам и всем следующим поколениям христиан. И вот он говорит, укрепляйся, сын, и в благодати Христом Иисусом. То есть, обретай силу, получай силу, черпай силу в благодати Иисуса Христа. Как мы уже много раз говорили, благодать – это дар Божий, дар, который ничем не вызван, кроме милосердия Божьего. Дар щедрый и бескорыстный. Таким образом, апостол предлагает Тимофею черпать силу, искать силу, укрепляться в его, Тимофеевом служении, вот в том факте, что Бог во Христе Иисусе дает этот дар жизни, дар милости, уже этот дар дан. Поэтому вот Павел говорит, укрепляйся в благодати Иисусом Христом. И то, что ты слышал от меня, передай верным людям. На самом деле, это чрезвычайно важный поворот мысли апостола Павла. Потому что, как и другие апостолы, на первых этапах, в первые пару десятилетий своего служения, в сороковые, в пятидесятые годы, апостол Павел, как и другие апостолы, скорее, в общем, не видели необходимости устраивать жизнь на длительное время. Они были убеждены, что второе пришествие должно произойти достаточно быстро. Ну и, в известном смысле, у них были для этого основания. Скажем, слова Христа «не придет род сей, как все сие сбудется», сказанное на горе Елеонское о разрушении Иерусалима, которое воспоследовало в 70-м году. Поэтому апостолы нередко оставляют вообще нерешенными и даже без обсуждения какие-то вопросы, которые им кажутся второстепенными. Ну, в конце концов, через несколько лет, может быть, придет Господь, будет второе пришествие, и все решится само собой. Для нас важно там держаться верой, не уклоняться в какие-нибудь грехи. Ну, так рассуждают апостолы поначалу. И, собственно, как устроена христианская жизнь, община, какие-то отношения между общинами, тоже для них, по большому счету, не так уж интересно, потому что они ожидают вот этого скорого второго пришествия. Ну, вот дело в 60-е уже годы, и если мы примем датировку там 66-67, то это значит, что война в Иудее уже идет, а взгляды апостолов поменялись. Взгляды его уже не ожидают, не предполагают того, что это второе пришествие должно произойти близко вот-вот, со дня на день, или, в крайнем случае, с года на год. Вовсе не так он об этом думает, чем в то время, когда пишет послание, скажем, к фессалоникийцам. Поэтому апостол в каком-то смысле для него важны последние дни, для него важно, что в каком-то смысле все времена последние, что это перспектива, которая перед нами есть. Но он понял к этому моменту, к моменту написания этого письма, что не следует определять, что это должно произойти в какое-нибудь ближайшее время, там вот в этом году или в еще каком-нибудь году. Надо сказать, христианин любит назначить конец света на какое-нибудь определенное время, и потом удивляться, почему он не произошел. Ну вот, Павел перестал это делать. Поэтому он Тимофею говорит, ты вот укрепляйся в благодати Иисусом Христом, то, что дал тебе Бог, вот этот дар Духа Святого, который должен действовать в себе, как дух силы, любви и благоразумия. Вот ты этим укрепляйся и передавай верным людям. То есть Павел уже видит некую картину такого научения, которое может распространяться на протяжении многих и многих поколений. Он, Павел, научил Тимофея, засвидетельствовал Тимофею о Христе, и предлагает Тимофею передать это учение, это свидетельство, это знание, этот опыт верным людям, которые были бы способны научить других, так, чтобы в ряду поколений это благовестие, это свидетельство о Христе не пропало бы. И в отличие от первоначальной схемы, ожидавшей Второе пришествие в ближайший год-другой, это некоторая, если хотите, схема, которая делает для благовестия о Христе возможным существование на протяжении очень длительного времени и передачу из поколения в поколение. И здесь также весьма важно, что в это время, как раз то время, когда возникают и первые формы письменной записи, свидетельство о Христе, по-видимому, уже существует и запись Марка, уже существуют логии или документ Ку, и где-то незадолго до написания этого послания, может быть, совсем незадолго, евангелист Лука, один из сотрудников Павла, между прочим, записывает первоначальную версию своего Евангелия. Таким образом, вот короткой фразой Павел направляет эту свидетельство, эту передачу благовествования о Христе через поколения, через верных людей, которые были бы способны других научить. Это важно потому, что созидает в церкви, в ее жизни, практике, в ее взглядах нечто совершенно новое, не наблюдавшееся, скажем там, в первой половине первого столетия. И дальше апостол Павел говорит о том, что надо как воин Христов себя вести в тех обстоятельствах, которые мы есть, хранить эту верность Богу, не связывая себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Еще один образ у Павла, смотри, говорит он на тех, на атлетов, на соревнованиях, которые делают все по правилам и стремятся к этому венцу, к тому, чтобы его получать. И вот земледелицу, у которого есть задача, цель получить соответствующий урожай. Вот все они подчиняют этой цели всю свою деятельность – воины, атлеты, земледельцы. И ты, говорит Павел Тимофею, подчиняй свою деятельность необходимости того, чтобы свидетельства Господа Иисуса Христа и благодати Иисуса Христа были и возвещались. Помни, говорит апостол, Господа Иисуса от семени Давидова, который воскрес из мертвых. И апостол говорит о том, что сам он страдает за воскресшего, страдает даже до тюремного заключения, как злодей. Но для слова Божьего нет уз, нет уз, невозможно связать, заковать слово Божье. Ну, вообще говоря, это действительно так. И даже когда в 20 веке несколько самых несимпатичных режимов человеческой истории сделали попытку извести это самое слово Божье, окончательное решение христианского вопроса задумали, такое же, как и еврейского. Ну, в общем, ничего не вышло. Ничего не вышло. Этих режимов уже нет, они развеялись, как дым. А мы вот они. Да. На самом деле важный пример того, что имеет в виду апостол Павел, говоря, что для слова Божьего нет уз. Но, может быть, еще важнее здесь, в этой части главы, что апостол свидетельствует, что мы получили спасение во Христе Иисусе. Для того, чтобы Тимофей точно совершенно понял его правильно, апостол подчеркивает, что в конечном итоге благодать, спасение, дар духа, дух силы, любви и благоразумия, вот все то, что это дар некленной жизни, все то, что нам дается, дается во Христе Иисусе. Не как-нибудь еще, а именно, когда мы соединяемся с Иисусом Христом. И поэтому он приводит цитаты, скорее всего, из современных ему гимнов, воспевающих Господа Иисуса. Если мы с ним умерли, с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Во Христе Иисусе дается спасение. И это фундаментальная, может быть, самая главная часть откровения, которое апостол Павел осмысляет и предлагает всем своим ученикам и читателям, что все то, что Бог обещал своему народу, все то, что мы называем словами спасения, избавления, освобождения, благодатная помощь, что угодно. Вот все это, этот дар спасения, совершается Христом и во Христе, когда мы соединяемся с Иисусом Христом и становимся Его учениками. И если мы вместе с Ним пребываем, значит, вместе с Ним умираем, вместе с Ним оживем. Вторая часть второй главы содержит некоторый перевод того, что апостол Павел уже сказал, на некоторые личные проблемы апостола Тимофея. То есть Павел предлагает Тимофею свое видение того, как это может преломляться в жизни Тимофея, что Тимофею следует делать или каким образом, может быть, модифицировать свою жизнь, свое служение. И вот поэтому апостол Павел говорит, вот все это, вышесказанное, что мы спасаемся в Иисусе Христе, соединяясь со Христом, все это говори, провозглашай, свидетельствуй, напоминай и заклинай людей пред Господом не вступать в славопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Пусть они не вступают в споры. Сто раз Павел об этом пишет. почти в каждом послании. Ну, может быть, если не в каждом, то в абсолютном большинстве. То, что для него это к концу жизни, к 60-е годы, стало чрезвычайно актуальной вещью. Не надо со всякой ерундой спорить. Нечего вообще вступать в дискуссии. В каких-то моментах апостол пишет, да, должно быть между вами разномыслие. И это, конечно, в более ранних посланиях. Здесь же, как кажется, на первый взгляд, по крайней мере, несколько иная позиция. Но другой разговор, что когда Павел пишет о разномыслиях, он не имеет в виду обязательно споры. Но, тем не менее, вот здесь Павел говорит, что... Да что там вообще? Дискутировать со всякой ерундой. Со всякой ерундой. Мало чего люди в головах. Исследователи уверены, что в данном случае апостол Павел в первую очередь имеет в виду так называемых иудействующих. Тех, кто доставал Павла, простите за такое жаргонное слово, в течение всего его служения, пока Павла не посадили, и, по-видимому, в значительной степени способствовали тому, чтобы Павла посадили. Это христиане, происходившие из иудеев и, ну, в общем, сконцентрированные в христианской общине Иерусалима, которые ходили за Павлом по пятам и все переучивали. Принуждали обрезываться, разъясняли там про закон, прочее, прочее. Они были знатоками этого закона. И заодно, до кучи, так сказать, вместе с толкованием закона, очень узким и нечеловек-любием, на самом деле, несли они также и то, что Павел дальше называет баснями. Какие-то родословия, кто от кого, как, каким образом произошел. Какие-то мифические подробности, заполняющие лакуны в ветхозаветных повествованиях. Еще какие-то волшебные сказки на ветхозаветные темы. И вот Павел говорит, да не надо это все слушать, не надо с этим спорить и дискутировать. Говорят глупости? Пусть говорят. Ты вот свидетельствуй о том, что по-настоящему важно. Напоминай о том, что спасение во Христе. А от этих всех споров бесполезных уклоняйся, уклоняйся. На самом деле, знаете, христиане нередко из-за этого выглядят снобами. Ну, выглядят снобами, да. Потому что действительно не со всякой ерундой стоит дискутировать. У людей в головах такое количество глупостей, что не нужно тратить время на каждую из них. Вот. Это позиция апостола Павла, и она ему представляется важной. И тоже, если хотите, разновидность свидетельства. И вот он говорит Тимофею, ты старайся себя представить Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Да, в славянском варианте правоуправящих слово истины, прямо направляющих. Вот. Об этом ты заботься. О непотребного пустословия, как выражается синодальный перевод, или негодные болтовни в других переводах, сторонись, сторонись. И вот говорят люди глупости, вот пусть говорят это как рак будет разрастаться, но жизни в этом нет, говорит апостол. А твердое основание жизни, твердое основание веры, вот то, что познал Господь своих людей, что всякие исповедующие имя Господня должны отступить от неправды. Таким образом, Павел оборачивает Тимофея в сторону конкретной жизни, простой, поступков, которые человек совершает, дела твои добрые или нет, живешь ты в доверии Богу или нет, в любви к ближнему или нет. А высокоумствование, да, в виде толстых и мало вразумительных книжек с мудреными словами, это все пустая болтовня. На самом деле тоже очень такая, я бы сказал, шокирующая мысль. потому что в последующие столетия, на притяжении долгих столетий, с третьего, что я всяком случае, с четвертого до двадцатого, христиане как раз поступали ровно наоборот. Они позволяли себе жить так же, как язычники, да, в той же, в общем, неправедности и злобе, но при этом с увлечением вступали в споры из-за одной буквы в написании какого-нибудь слова. И тоже, в общем, полторы тысячи лет истории прямо перпендикулярно тому, что видел апостол Павел. удивительно, как так происходит. Ну, не наше дело судить, могло быть иначе или не могло быть иначе, но для себя некоторые выводы все-таки мы призваны сделать, потому что, судя по тому, что здесь пишет апостол Павел, помочь нуждающемуся накормить голодного и утешить страдающего гораздо ценнее десяти докторских диссертаций по богословию вместе взятых. Вот, собственно, практический вывод для современных христиан из того, что здесь апостол говорит про бесполезные споры, губительные для слушателей, да, негодная болтовня и вот все с этим связанное, когда люди из-за слов ссорятся иногда в кровь и убивают друг друга и проклинают друг друга и так далее. И ничего полезного это не приносит. А полезное приносит, вот что, да, отступит от неправды всякие исповедующие имя Господня. И вот апостол дальше говорит, что, ну, в каждом доме есть там сосуды почетные, непочетные, есть золотые, серебряные, а есть глиняные для, там, картофельных очисток. Но кто будет чист вот от этого, от этих ссор, болтовни, словоблудия и многословия, да, вот тот может стать освященным и благопотребным Богу сосудом, годным на всякое доброе дело. Таким образом, от тебя зависит на самом деле, каким сосудом ты становишься, годен ты в доме Божьем на доброе дело или нет. Вот это по-настоящему важно. Ну и дальше еще апостол рекомендует также Тимофею остерегаться разных то, что в синодальном переводе юношеских похотей названо. Ну, в общем, довольно понятно, о чем идет речь. А вместо этого, говорит апостол, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. И Павел не предлагает проверять, что у них там в голове. Вот пустозвонство всякое про мифические родословия и невидимые миры иудействующих, это отвергается с порога. Но если люди призывают имя Господа Иисуса Христа, надо пребывать с ними в мире, вот это сущностно важно. А если все-таки вот там люди думают о чем-то по-другому, не так, как Павел и Тимофей, то он говорит здесь в конце главы от всяких глупых невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Ну и тем самым, конечно, разнообразные публичные диспуты Павел, скажем так, не благословляет. А рабу Господа надо быть, надо не ссориться, говорит он, а быть приветливым, учительным, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Таким образом, Павел предлагает Тимофею кротко свидетельствовать о правде Божьей, ценя мир, ценя мир больше, чем что-нибудь другое. И вот это тоже очень важно. Возлюби мир и пожнешь его. Эта мысль в Ветхом Завете присутствует и здесь он ее как руководящую предлагает апостолу Тимофею.